Что не день, то новая утка. Время-то предвыборное. 1 сентября еще не наступило, а особо жаждущие получить депутатскую неприкосновенность уже активизировались. Последняя новость. В Туве пытаются отменить стратегию социально-экономического развития Тувы до 2030 года. По мнению якобы радеющих за судьбу республики, она предусматривает настоящее экологическое бедствие. Разрушение экосистемы Тувы и уничтожение значительного количества животного и растительного мира. И все бы ничего, но вопрос к методам, которые используют эти энтузиасты. Например, фальсификация. Подписи жителей Тувы, которые собирают самоназванные зеленые защитники об отмене разработки месторождения в Упсу-Нурской котловине, скорее всего, не настоящие. Замминистра природных ресурсов и экологии побывала в селе Акерик. Ей удалось лично поговорить с жителями и выяснить, подписывали они обращение или нет. Граждане сами, да, они выходили, они четко, ясно излагали свои мысли, что они не подписывали, что у них не спрашивали, к ним не подходили. То есть там в целом сложилась такая вот ситуация, да, известные люди этого села, этого района подходили, говорили, что я не давал согласия, да, чтобы мое имя было в этом письме. То есть там сложилась такая ситуация. Все началось сравнительно недавно, когда в сети появилась информация о запросе бурятской компании на разработку хромовых руд в охраняемой территории Упсу-Нурской котловины возле озера Шаранур. Таких месторождений по России очень мало. Одно из них в Туве. Однако позиция властей по этому поводу однозначно. Было обращение в территориальный отдел Центра Сип-Недра по республике Тыва, в Тыва-Недра, да, заявка от компании «Ресурс» на предоставление права геологического изучения на Упсу-Нурской котловине. В свою очередь, Тыва-Недра написала официальный запрос в государственный заповедник Упсу-Нурская котловина с просьбой дать прояснение, есть ли возможность или нет ли возможности проведения на данном участке геолого-разведочных работ, на что, проведя научно-технический совет, Упсу-Нурская котловина дала заключение, что на территории кластерного участка Ямалык, там буферная зона у них, не разрешается проведение каких-либо геолого-разведочных работ. Ну и в свою очередь хочу сразу сказать, что в нашей концепции развития и в целом в стратегии социально-экономического развития Тувы, значит, вот это месторождение не рассчитывается как месторождение, да, которое бы входило в оборот, то есть освоение не предусматривается. В понедельник 4 марта стало известно, что в поиске руды в бассейне особо охраняемой территории Упсу-Нурской котловины отказано. Несмотря на то, что республика ждет прихода на территорию Тувы крупных инвесторов, все понимают, что разработка месторождений на этой территории невозможна, так как это среда обитания краснокнижных птиц. Однако недоброжелатели этим продолжают пользоваться. В сети, значит, появилась информация, публикация по поводу обращения главе республики Тува Шалвану Валерьевичу Караулу от общественного движения за Туву, где четко и ясно выражается мысль против принятой нами стратегии развития социально-экономического развития Тувы до 2030 года, в которой по части Министерства природных ресурсов отражена четкая концепция развития минеральной сырьевой базы республики до 2030 года. Авторы вот этого обращения очень обеспокоены в плане продажи нами месторождений полезных ископаемых. Эта тема развивается в нашей республике достаточно давно. Мы отслеживаем, значит, эти негативные настроения по поводу продажи месторождений и мы хотим пояснить, что в настоящее время такой вот распродажи месторождений и как такового самого понятия распродажи месторождений не существует в принципе, значит, потому что все недра, которые находятся на территории Российской Федерации, которые находятся на территории нашего субъекта нашей республики, они принадлежат и являются собственностью Российской Федерации, что прописано в основном федеральном законе о недрах. Отметим, региональная власть не может выделять недра, только защищать от недоброжелателей. Опасения жителей Тувы за экологию понятны, однако оснований для беспокойства нет. Тува – регион с традиционным укладом жизни. Его культивируют и хранят многие поколения, но вместе с этим республика должна идти в ногу со временем, развиваясь в правильном стратегическом направлении.